В преддверии Дня воды в пресс-центре Комсомольской правды обсудили актуальные вопросы водоснабжения нашего города. Оказалось, что практически весь городской водопровод требует замены, но денег на это, как обычно, нет. На сегодняшний год планируется выделение, по-моему, только за счет областного бюджета, 130 миллионов с копейками. Ну, представьте, 132 миллиарда, 130 миллионов. То есть цена вопроса вот такая. Представляя, здесь без каких-то, ну, на мой взгляд, может быть, это моя субъективная точка зрения, без каких-то вливаний федерации, наверное, даже, ну, не столько областного бюджета, сколько денег, федерального бюджета, без каких-то привлечений средств инвесторов, ну, просто решить эту проблему в комплексе невозможно. Хотя на сегодняшний день, я повторяю, жители получают в основной части безопасную воду. Несмотря на уверение в том, что воду из-под крана пить все-таки можно, все без исключения присутствующие признали, что используют бутилированную воду либо фильтр для очистки. Представители компаний, производящих напитки, рассказали о своей продукции, главный ингредиент которой – чистая вода. Мы давно не производим воду просто так. У нас давно существует программа здоровья. И эта программа четко распределяет всю воду. Не просто вкусненькая с чем-то. И, ну, грубо, что мы сделали вообще? Первые произвели квас для общего пользования, то есть бутылки. Первые произвели напитки с целебными травами. Ну, зачем выпускать воду даже чистую? Ну, в исключительных случаях, может, она и нужна. Когда, если по ГОСТам работает водоканал, то, понимаете, особой нужды в этом нет. Производители не только рассказывали о своей продукции, но и предоставили присутствующим возможность ее продегустировать. Пить или не пить воду из-под крана решать каждому. Но, судя по преуспевающему виду производителей прохладительных напитков, большинство волгоградцев свой выбор уже сделало. Мария Платонова, Олег Буравцев, Волгоградское деловое телевидение.